Ну что, всем огромный привет! Напоминаю, что меня зовут Николай, я рад приветствовать вас у себя на YouTube-канале, канал, который посвящен разнообразной парфюмерии и не только. Всем своим Заюхиным пламенный привет! Если вы в первой новом канале, пожалуйста, подпишитесь, мне будет приятно, вам будет весело, познавательно и вот это все такое. Про что сегодня видео? Сегодня не будет никаких парфюмов, сегодня не будет никаких распаковочек, обзюров, как вы любите. Сегодня я хочу посвятить видео прошедшей игре «Восьмое чувство» под номером 3, третий сезон, который проводил интернет-магазин парфюмерии и косметики «Рандеву.ру». Перед началом данного видео я хочу сказать каждому из вас, кто переживал, кто болел за меня, кто голосовал, кто писал комментарии, всем новым людям в огромном количестве подписавшимся на мой канал, блин, вас пришло более 250 человек для маленького инфлюенсера, да, я не блогер, помню, для маленького инфлюенсера, который вещает на свою аудиторию, пришедшее количество людей, это огромный стимул, это огромный заряд, это огромная поддержка, делать новый контент, делать классный контент, делать интересный, вкусный, сочный, вот, стимулирует, правда, большое человеческое, всем спасибо. Естественно, спасибо «Рандевухам», что позвали меня, да, я был одним из восьми выигравшим номинантом, кандидатом, да, одним из восьми человек, ну, там девять человек получилось, вот, кто победил, да, нам дали бонусы, вот, эти бонусы можно тратить как угодно, куда угодно и тому подобное. Сразу скажу, распаковки парфюма, который я закажу на эти бонусы, его не будет, его не будет по одной большой причине, потому что я недавно-таки узнал, оказывается, в своем личном кабинете на рандеву можно делать заказ, но другой адрес, который получит другой человек, не обязательно по вашему номеру телефона, не обязательно по вашим данным, это на самом деле круто, и, собственно, все свои бонусы, но не все, больше их часть, процентов 80, я потратил на подарок маман, 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 привет, маман уже в курсе, я с ней это все обсосал, обговорил, говорю, хочу сделать тебе подарок, вот, сыновья, любовь, что хочешь, он говорит, естественно, хочу аммаж, но я недолго думая, иду в личный кабинет, думаю, сейчас закажу на свой адрес баночку и отправлю, а смотрю, там есть такая графа, я сюда попытаюсь ставить получение другим человеком, а думаю, дай-ка я попробую выбрать другой регион, и у меня он выбрался, прикиньте, что есть в рандевух, ну, короче, это вот вам как идея, да, через свой личный кабинет можно сделать заказ, можно оформить заказ у другого человека в другой регион совершенно, как вам угодно, там есть СДЭК, все постаматы, Почта России, Курьеры и так далее и тому подобное, я выбрал СДЭК, доставка получилась бесплатная, вот, я применил бонусы, я применил свой промо-код и вышло совсем-таки бюджетно, в общем, флакончик соточка амуажа, приедет к маман, вот, но я к ней поеду и как-нибудь обозрю этот аромат, он крутой, он классный, на него, кстати, очень хорошая скидка, не забываем о том, что в рандевух сейчас идут новогодние, рождественские и так далее, вечерушки, сцена очень-очень приятная, вот, соответственно, сегодня видео я снимаю не просто так с бухта-барахты, не надо на меня смотреть, вот это так косо, что за дурацкие видео, нет, на самом деле, мы тут с рандевухами посовещались, мы тут с ними поговорили и они решили сделать вам подарок, про который я скажу в самом-самом конце и будет небольшой презентик от меня, а пока что здесь будет мой именной промо-код, который даст вам скидку 10%, а вот здесь, мой любимый, хороший, будет промо-код лично от рандевух для вас, до конца декабря будет скидка 11% на покупку любых товаров, которые вы себе только можете вообразить и представить, 11% имеет место быть, купон можно применить один, либо поддержать меня, вашу любимую продавщику Николайшу, либо поддержать рандевух и сэкономить на 1% больше, тут, как говорится, решайте сами, выбирайте сами, но вы запомните, да, о том, что в рандевух есть вот такая классная возможность заказать подарок через свой личный кабинет для другого человека в другой регион, выбрать любую доставку, это на самом деле круто. Сегодня я хочу рассказать таки, да, кухню подноготную, возможно, вам это будет интересно, да, мои итоги, все, что я там думал, раздумал, сейчас я попытаюсь рассказать. Естественно, этот сезон, как обычно, по традиции, не прошел без всяких инсинуаций, без интриг, скандалов, и, кстати, в этот раз я не участвовал ни в одном из них, прикол, да, вообще, когда такое было, да, никогда не было. Первый сезон, мы все помним, он очень получился интересным, хакующим жизнь, вот это все. Второй сезон тоже был такой немножечко с запахом душка, кто кого, как что голосовал, какие боты, кто кого за что агитировал и так далее, а в этом сезоне две замечательные девушки решили устроить грязные бабские бои, но это на самом деле просто интересно. Людям скучно живется, людям, почему нет, это элемент шоу, да, вы можете относиться к этому как угодно, но хайп, какие-то грязные интриги, расследования, грязные трусы и так далее, это притягивает зрителя. В общем, относитесь к этому как шоу, да, понятно, неприятно. Если в первом сезоне это было два мелкодисперсных каких-то там непонятных кому человека, то здесь как бы один блогер уже давно сотрудничает с рандеву, и новая приглашенная персона с огромной аудиторией, с огромным количеством почитателей, в общем, схлестнулись огонь до пламя, очень интересно было наблюдать за этим со стороны. Ну, в общем, ладно, все, по-моему, решилось полюбовно. Вот, обе девушки остались в призерах, победивших, да, ну, отлично. Что хочу говорить-то, я уже запутался. Вот, про восьмое чувство. Очень много было вопросов, да, расскажи свои впечатления по прошедшей игре, как оно тебе, как поменялись правила, что тебе понравилось, что мне понравилось. В этот раз мне понравилось абсолютно все, да. Мне, во-первых, понравилось наполнение ароматов, да, из восьми я со стопроцентной вероятностью тыкнул не в небо, а узнал действительно три аромата, три аромата годные. Я, кстати, сегодня носил вот этот самый четвертый аромат, который я обозвал всеми непристойностями, что это очень дешевый, плохой аромат. Он для меня до сих пор нехороший аромат. Он до сих пор для меня пахнет содой и лимонной кислотой в порошке. Ну, не знаю, что со мной так. Мы тут посовещались с вами за Юхинами в Телеграмах, да, обсудили, обсосали всю вот эту вот историю с этой несчастной Афродитой из Паула Теренца. И один из людей, который меня смотрит, который комментирует, говорит, что это аромат из линейки, которая каждый год меняет формулу, да, то бишь это Афродита, бывает 2001, 2002, 2003, возможно, что-то пошло не так. Возможно, Паула Теренца бахнула в чан что-то непонятное, какую-нибудь пасту карбонару, и поэтому она так завоняла. Не знаю, мне до сих пор он не нравится. Вот. Как происходила подготовка меня к этому, да, что нужно сделать, чтобы хорошо разбираться в ароматах? На самом деле бесполезно готовиться как-то вот к слепым затестам, бесполезно пытаться как-нибудь какнуть в жизнь. Поверьте, даже при наличии огромного шкафа с огромным количеством банок и жиж, с огромным количеством парфюмов, даже если в аромат хорошо знаете, ну, бывает такое. Мозг заклинивает, нос заклинивает, и ты даже свои любимые профили в ароматах не сможешь разгадать. У меня здесь, кстати, не было такого, да. Давайте пробежимся по первому. Помним, да, Исимияки, вот это вот дроп, который пахнет сиренью. Да, я с сих пор считаю, что это один из самых крутых ароматов, все с ним хорошо. Второй аромат, липстик FIVO, ну, не знаю, такой просто... Я смотрел некоторое количество блогеров, да, кто даже освещал эти самые аромабоксы. Для меня было странно, как можно было не узнать профиль губной помады. Вот этот вот химический пласт Juliet Has a Gun. В общем, вот, ну, оно имеет место быть. Что у нас там? Вишенка, ну, понятно, угадал. Хорошо, отлично. Четвертый сэмпл, лимонный кислотопауэр и Теренса. Обожаю. Любите этот аромат? Пожалуйста, носите. Если он приносит вам удовольствие, ничего у него плохого не вижу, но мне он не понравился. Так, пятый аромат. Аромант, ароманты ванили, сандал. Ну, просто я люблю этот аромат, с ним у меня все хорошо. Шестой аромат, не помню там что. В общем, давайте-ка щекну и попытаюсь вспомнить, да. Манго скин. Манго скин. Помните, да, у меня было на канале Обзюр Вильгель Парфюмери, где мне не понравилось ничего. Ничего. Слышу я сейчас манго в этом аромате, когда я узнал, что это за бренд. Да, сейчас я уже слышу. Я слышу эту зеленую корку, но тогда на блотере я, правда, слышал, туберозу, я, правда, слышал землянику, я не слышал никакого манго. И, по-моему, несколько блогеров, так же, как и я, сравнили этот аромат с каким-то люксовым, да, с каким-то туберозным ароматом. Хотя мы не сговаривались, мы не хакали эту жизнь в этот раз, но такое вот место имеет место быть. Хороший этот аромат, хороший, ну, сейчас уже, да, на себе я его абсолютно не представляю. Для меня чисто женская история. Седьмой аромат просто, наверное, побил все рекорды хваления даже тех людей, которые не знают бренд, не знают этот аромат. По-моему, никто его не обругал. Это марокканская, марокканская, все. Что? Африканская кожа от Мема, кстати, я недавно ходил в магазин, в трех магазинах пустые полки с этим ароматом. Это что-то да значит. Есть все тестера, есть все ароматы данного бренда, а африканская кожа пустая. Как-то так. Тоже мы со своими Заюхинами обсуждали это в Телеграме. Кто-то действительно следил и вспомнил. Николай, вам так этот аромат понравился в магазине, почему вы его не вспомнили? Он другой, поверьте. У бренда Мема произошла переобувка. Они переобули свои темные флаконы в прозрачные, такие сероватые. И, возможно, как-то поменялась формула в этом аромате. Потому что то, что было в черном флаконе, очень плотно. Оно и сейчас плотно, оно и сейчас неплохо. Я ни в коем случае не ругаю, я до сих пор хочу этот аромат. Я обязательно закажу себе хотя бы миниатюрку. По-моему, на рандевухах есть 3 по 10. Закажу просто классный, класснючий аромат. Но в черном флаконе он был более густой, он был более насыщен. И он мне отдавал что-то в сторону... Как бы вспомнить бренд сейчас? Нитери Мюглера. В общем, воздух марокканской пустыни. Помним кто? Энди Тауэр. Очень не похожи были. Сейчас немножко другое. Неплохое, но другое. Сделано чище, сделано мягче и носибельнее. Там было прям, ух, жирный жир. Восьмой аромат. Ну, этот бренд просто нужно знать. Просто нужно любить вот этого самого писателя. Пахнет и пахнет. Пахнет ли он на те деньги, за которые за него просят? Нет, не пахнет. До сих пор так считаю. В общем, вот. Что было сложно в процессе игры? Какие замечания? Я так решил, что больше, если меня опять-таки позовут, я не буду использовать эти маленькие блоттеры рандевушные, потому что тяжело. Тяжело. Очень маленькое пространство. Блоттеры я, наверное, буду использовать свои. Либо рандевую прислушается ко мне и будет класть хотя бы нарезанную акварельную бумагу. Вот. Акварельная бумага она такая пуристая. И сделайте большие, чтобы площадь была побольше. На такой вот маленькой бумажечке что-то там носить на себе. Ну, не знаю. Это было какое-то кощунство. Но что имеем, то имеем. Ожидал ли я, что я выиграю? Конечно, хотелось. Мне, как и каждому, хотелось победить. Мне, как и каждому, хотелось даже не впризить дело. Поверьте, на самом деле, это все-таки эго. Это все-таки какая-то часть че-свешности. Она все равно есть у каждого из нас. Хочется победить. Да. Я не скажу, что это прям долго на ютюбе вещаю. Второй год пошел. Камон. За два года я набрал 4500 за ютюбе. Людей, которые меня смотрят. Друзей. Самую в первую очередь. Вот. У нас организовалась своя партия. Партия за честность. Людей, которые говорят за чистоту, за правду. Это, на самом деле, круто. Находить новые лица. Опять-таки, для телезрителей какой плюс? Телезрители открывают для себя новые лица. Открывают новых блогеров, новых спикеров. Какую-то новую волну. Да. Нету затклости. Да. Как, например, на других каналах, где сидят одни и те же рожи, от которых просто воротит. Уже просто невозможно. Да. Здесь каждый раз открывается новая форточка. Залетает свежий воздух. Залетают новые лица. Залетают какие-то новые идеи. Это круто. Что по правилам? По правилам. Мне понравилось абсолютно все. Там как-то зрители даже голосовали. Я не участвовал, сразу скажу, в голосовании. Я никого не оценивал. У меня не было на... Нет и не было на это времени. Но, по-моему, все прошло более-менее хорошо. Согласен ли я с победителями? Не со всеми. Именно называть не буду, но не со всеми. Хотел бы видеть в победителях немножко других лиц. Не всех. Да. Кто меня порадовал? Кто меня порадовал? Но Наталья молодец. Рассказала. Красиво. Хорошая картинка. Хорошая вот это все. Элемент питания парни. Никогда их не смотрела. Посмотрела их первый за тест. Вот этот вот. Молодцы. Справились достойно, добротно. Моя подруга, кстати, оценивала. Оценивала хорошо. И прям всячески ратывала за них. Прям. Какие парни. Прямо это самое. Анна, привет. С тебе, если что. Вот. Кто там еще был? Ну, тут как раз таки бабские бои. Прошедшие успешно. Да. Тоже. Девчонки молодцы. Правда. Кенни Герман. У нас был с ней когда-то небольшой конфликт. Но вроде он как-то решился. Да. Мы ни в коем случае не друзья. Но решилась и решилась. Вот. Любовь Терлецкая. Люблю. Любовь на самом деле. Но не за ее парфюмерный контент. Я ее смотрел всегда. Кто не знает, Любовь Терлецкая и почему у нее такое количество поддерживающих зрителей и ее. Она музыкальный блогер. У нее очень интересный канал. Она вещает за музыку. И вещала раньше. Я правда смотрел ее контент. Обожаю ее Любую. Ну, хоть мы с ней лично не знакомы. Вот. Если, Люба, увидишь это видео, этот кусочек. Правда. Ты большая молодец. Вот. Человек развивается, человек из музыкальной сферы. Читал некоторые комментарии. Прямо, что вроде как парфюмерный блогер, пришедший со своей аудитории в парфюмерную вот эту комьюнити, вот наше болото, разбавил опять свежим воздухом. Люди негодуют. Ну, не знаю. Но хочет человеку. Есть у нее свободное время. Да пускай разговаривает за парфюмерию. Да. А я вот в обычной жизни доктор. Ну, почему я не могу вещать про ароматное что-то, да. Веселить вас. Сам как-то развиваться. Ничего в этом страшного не вижу. В общем, вот. В любом случае, все остались при бабле. Всем дали, всем начистили. Даже кто не выиграл 5000 бонусов. На дороге 5000, извините меня, не валяются. 5000 это хорошие деньги. На него можно купить годные парфюмы, годные ароматы. Либо доложить и прикупить себе что-то. Вот. Это классно. Это классно. Что еще рассказать вам про восьмое чувство. Как готовиться, опять-таки, возвращаюсь, бесполезно. Правда? Единственное, что я заметил, лучше снимать видео днем, с утра. Убрать, сделать все домашние дела до обеда, желательно. И пока ваш нос, пока ваши рецепторы не забились посторонними запахами, да, чем-то там отвлекающим вас, какими-то делами, звонками, в свободное время, в свой выходной. Встались, помылись, жопу помыли, зубы почистили, покушали кофеечек, сигаретку. Там, если курите, курение убивает, если что. Вот. Вдох-выдох. Включаете камеру и снимаете. В этот раз без монтажа, без склеек и тому подобного. Все молодцы. Очень много зрителей. Что мне немножко не понравилось, ругали спикеров за картинку, за звук. Поверьте, не все блогеры имеют средство покупать себе фон, покупать себе какую-то подсветку, покупать себе кольцо. Оно и не нужно, да. Это не наша основная сфера деятельности. Мы ютубом не зарабатывали как раньше, так и сейчас мы не зарабатываем. Мы все делаем по велению души, да. Но не нравится вам картинка данного блогера? Не нравится, что он вещает? Как он вещает? Не смотрите. Вот. По поводу негативных реакций, негативных комментариев. Я к этому привык. У меня броня железная. Мне вообще в фиолетово кто что там про меня говорит. Какие какашечки, какие блевоты, вот это все. Ну поставили, поставили, господи. Ну, не знаю. Ну что, земля под ногами разверзнется. Как-то мое мировоззрение поменяется. Я старался, правда, поддержать всех. Я никому не ставил кашечек, не ставил никаких грубых комментариев и тому подобное. Всех поддержал китами. Почему-то тоже, кстати, где-то я читал киты. Николай обзывает всех жирными. Да я не жирными вас обзываю. Я просто, мне нравится этот смайлик. Ты нажимаешь на этого кита, и он себя хлещет по жопе. Анимированный вот этот. Но на фоне, по крайней мере, это так. Мне кажется, это забавно, это круто. В общем, поддержал, по крайней мере, всех. Всех ли я посмотрел? Нет, не всех. У меня просто нет столько свободного времени. Посмотрел всех своих. Посмотрел тех людей, с кем я общаюсь. Как раз-таки открыл для себя несколько новых лиц. Кристин Вовк, например. Элемент питания. Вот. Молодой парень там еще был. Борис, по-моему, этот друг Вадима Муниса. Ну, в общем, это круто. Это круто, когда появляются новые лица. Вы не понимаете. Рандеву дает такую уникальную возможность абсолютно любому блогеру, у кого есть хотя бы какой-то канал, неважно с каким количеством подписчиков, снять контент, во-первых, да, получить какую-то известность. Пусть маленькую. Но поверьте, если у человека 500 человек, а к нему пришло еще 200, это огромное количество. Вы помните первый сезон? В первом сезоне у меня было на канале 500 человек. 500 человек. Я ни с кем никогда не коллаборировал, да, вот в хождении по гостям, ты вот это вот с экспертными экспертами, там в гости ходить, насасывать с аудиторию, телеграм-каналы какие-то вот эти вот змеиные, там между собой чеки. У меня этого ничего не было. Я точно так же, как, наверное, и все, пришел, грубо говоря, с голой жопой. В свое время в локдаун, помним, коронавирус, вот это все, включил камеру, сел на пол, у меня какие-то лампочки вот эти были, дурацкий цветок на столе. Я без микрофона просто, просто мне хотелось. Одно из первых видео, это был Москина Тойбой. Вы думаете, не было хейта? Хейт был, был хейт, огромное количество хейт. У нас тогда была война с китовыми китами, с окойшими, с берлянами, с номерухой, вот это вот все. Все чата на меня, ополчившись, писали какие-то, говорят, мне было так в фиолетовом, я вкайфовал от этого. Вот. Поэтому рендеву дает возможность всем абсолютно завести свой канал, если вы хотите, если вам нравится парфюмерия. Люди боятся. Почему боятся? Я всем с вами говорю, заводите каналы. Вас за это никто не попросит заплатить копеечку, но будет у вас свободное время раз хотя бы в неделю снять что-то, снимайте. Неважно, да, вы можете мешать парфюмерный контент, может, вы там машины чините, делайте это. Снимайте влоги, снимайте, занимайтесь с детьми, занимайтесь. Плюс еще вот эту вот парфюмерную часть, не обязательно показывать банки каждый раз. Я начинал вообще с пробирок, я начинал с инди парфюмерии. К чему это сейчас провело? Я вас ценю, опять-таки, целую всех десна, обнимаю, жму руки. В общем, это круто, это круто, что есть такая возможность. Вот. Не нужно ни в коем случае никогда себя ни с кем сравнивать, не нужно пытаться быть на кого-то похожим, будьте собой. Уникальность, индивидуальность, это все. Да, я вот странный человек, у меня есть какая-то своя изюминка, говорят, что есть какая-то харизма, вот такая вот, да, огромная. Огромный дядька под 2 метра, под 100 килограмм, вещает эмоционально, кто-то говорит манерно, да бог с вами, мне вообще срать на вас, я про вас даже не думаю, а вы про меня думаете. Приходят комментарии, срут комментарии, почему вот этот, как можешь говорить, жижа банка, могу. Это мое поле, здесь мои правила, здесь моя песочница, делаю, что хочу. Самовыражайтесь, да. Любите парфюмеры, опять-таки, заводите канал, а пока есть такая возможность, да. Будем надеяться, что рандеву будет приглашать еще новых лиц, будем надеяться, что те блогеры, которые сейчас выстрелили, да, а мы действительно выстрелили, получат аудиторию, получат поддержку, получат профит какой-то от рандеву. Давайте не будем забывать, я точно так же, как и большая часть блогеров, сотрудничаю с рандеву, у нас с ними все хорошо, рандевухи в этом плане огромные, молодцы. Запершила в горле, 20 минут вещаю, очень эмоционально. Ну, так вот-таки, завершая, наверное, завершая, мы тут поговорили с рандевухами, поговорили мы с менеджерами, и они что решили? Они решили провести конкурс для вас через мой канал, что нужно для этого сделать? Какой приз будет? Давайте сразу. Первый приз будет непосредственно от рандеву Aromaboxic. Вам дадут Aromaboxic, жалом поводить, поиграться на халяву бесплатно, никто вас даже за доставочку денег не попросит. Что нужно сделать? Первое, подписаться на мой канал, подписаться на канал Рандевух, оставить комментарий под моим видео. Ну, любой, да, хочу участвовать. Продавчиха, мы за тебя. Спасибо большое, Николай. Вообще, что-нибудь только со словом «я участвую», а там уже дальше на вашу смотреть. Можете меня посрать, можете сказать, какая тупая Манда и так далее. Все приветствуется. В общем, вот, только, пожалуйста, не приходите на политоту, и поливание говном других людей. Не здесь. Ко мне в Телеграм. Если что, там можно. Там можно, там у меня можно, там все. Вот. Я такое там приветствую, но не здесь. Здесь давайте будем более благоразумно. Делайте, как я вот в третьем сезоне. Смотрите со стороны, возьмите попкорн и наблюдайте. Да, кайфуйте. В общем, вот, подписаться на меня, подписаться на Рандевух, и давайте через недельку проведем при помощи... Там какой-то есть сайт. В общем, я выберу победителя, напишу менеджменту Рандевух, и кто победил, я вас попрошу какую-то почту туда, и скину им, и они вам пришлют армабоксик. Не знаю, какой армабоксик будет. Мне, по-моему, писали, но я, естественно, все забыл. Извините, я птица рабочего характера. Возможно, такой же, да. Возможно, какой-нибудь крутой, новенький. Вот. Ну, короче, поживем и видим, что вам там дадут. И для вас. Для вас я тоже подготовил подарочек, но не этот, этот, этот аромат у меня с распаковки, которую я снимал сегодня. В общем, если что, с распаковки, которую я снимал сегодня, пардоньте, у меня отошел микрофон. Я обычно всегда проверяю перед записью видео. У меня такой, знаете, на iPhone в одну дырку вставляется Lightning, а в другой 3,5-й джек. Ну, что-то где-то отошло. Ну, не записался там голос микрофона, но там распаковка, я не могу это переснимать. Там у меня минутки ASMR, трэш-контент и так далее. В общем, вот, я прибавлю громкость, но там у меня громко, я человек громкий. Хорошо, ну, пардоните, больше такого не повторится, я вам обещаю, буду проверять все хорошо, чтоб все было. Соответственно, я заказал на остаток средств, полученных в игре, вот такой же аромат от Бритни Спирс. Midnight Fantasy. Крутая поливашка, крутой женский девичий аромат, поэтому вы тоже получите его, но уже от меня. В принципе, то же самое. Будет два победителя. Первого победителя я выберу, он получит аромабоксик от РНДВ. Второй победитель, которого я выберу, неважно, мальчик, девочка, получите от меня Бритни Спирс. Будете пользоваться сами, если вы дама, может быть, мальчиком кому-нибудь в коллекцию, кто фанатеет от Бритни Спирса, ничего в этом страшного не вижу. Я тоже в свое время слушал Бритни Спирс, да и сейчас я ее слушаю, господи, какой-нибудь там церковь, Blackout, крутые песни, современные, люблю Бритни, Бритни большая, молодец. Вот, получите от меня банку. Пришли вам сам лично. Давайте сделаем не так. Кто хочет аромабокс, напишет хочу аромабокс, вот, я выберу, по деньгам, кстати, то же самое, кстати, аромабокс видит еще дороже. Эта штучка 2 500. В общем, вот, а второй человек, хочу Бритни Спирс, получит от меня Бритни Спирс, и я выберу, и запишу какой-нибудь шорт, либо вставлю в каком-нибудь видео, кто у меня выиграет, в одном видео из обзора парфюма, который совсем-совсем скоро стартует со следующей недели. Ну, в общем, как-то так, мои любимые, хорошие. Помним, да? Не боимся. Будьте собой. Любите себя. Берегите себя. Поменьше, поменьше воспринимайте негатива. Правда, пускай он от вас отскакивает, как от стены горох. Да? Не смотрите ни на кого. Никому никогда не завидуйте. Пожалуйста, будьте честны с собой, и перед собой, в первую очередь. Видите, что происходит, что-то нехорошее. Да? Если вы можете на это повлиять, повлияйте. Если вы можете помочь человеку, помогите. Обращение к блогерам, да? Помогайте маленьким каналам. Помогайте, пожалуйста. Продвигайте маленькие каналы. Я, в свою очередь, всех своих друзей, которых я уже перерос, да? Которые были впервые меня, стараюсь иногда поддерживать. Делайте то же самое. От вас не убудет. Но, наоборот, сделайте доброту, получите плюсик к карме, и поможете продвижению вот такому маленькому человеку, да? Почему-то все набирают аудиторию и закрываются. Все. Все, мы больше ни с кем. Мы только с экспертными экспертами. Мы пойдем там кому-нибудь, у кого 160 тысяч, будем там в телеграмме ставить сердечки и забывать про маленьких. Это плохо. Пожалуйста, вот, всем своим друзьям, блогерам, которые мне писали, которые меня поддерживали, я вас всех люблю, ценю, я вас всех практически пересмотрел, обсмотрел. Ну, с кем я держу связь, с тем я держу связь, с тем они люди, и у нас вот такой вот тандемчик. Все, вроде я все рассказал, да? Помним про 11-процентный промо-кодик на скидку, помним про мой промо-кодик, да? Выбирайте, что вы хотите, но я ни в коем случае не расстроюсь. Если вы выберете 11-процентный, я все понимаю. Все, и через недельку я к вам приду, да? Сообщу где-нибудь в телеге про розыгрыш, да? Выберу, запишу на айфончик, там есть такая штучка, да, шторку вниз, и записываешь. Короче, с экрана. У меня нету цели кому-нибудь дать определенному, кого я знаю. Победит по воле и в случае кто-то из вас, да? Кто меня давно смотрел, комментирует, конечно же, хотелось, чтобы кто-то победил. Тот, кто постоянно комментирует, смотрит мои видео, но возможно кто-нибудь новенький, да? Большой, хороший подарочек, да? Недорогой, сразу говорю, но кому-нибудь да пригодится. Все. Вот теперь точно все. Еще раз огромное всем спасибо. Огромное спасибо, что уделяете время моему каналу, моей персоне, моей морде, моей роже. Огромнейшее спасибо менеджменту рандеву за то, что вы делаете. Вот. Большие молодцы, правда. то, что сделает рандеву, я еще в первом сезоне об этом говорил, такого нет, такого никогда не было. Это очень круто. Это, это настолько круто. Вот просто как ворвался рандеву, вот эти вот попытки становления, да, ковровые бомбардировки, я их называю, абсолютно всех, читательских блогеров, телеграммных, запрещенных в сетях, вконтакте, в одноклассниках, бомбируют даже блогеров косметических, да, это круто. То бишь, магазин проявляет лояльность, да, какой там менеджмент, просто девочки на телефонах, конфетки, блин, девочки или мальчики, которые работают, слушают поддержки телеграмма, это просто отдельный респект. У меня была проблема с заказом, сайт что-то тупил, я, блин, заказал, я мучился полдня, а было все настолько просто, написать в поддержку чата телеграмм, и люди там как-то зашли на мой адрес, в мой личный кабинет, все оформили, держали со мной вот эту вот связь, постоянно, круто. Я такого сервиса, правда, нигде не видел, но вы помните, я пожару рандеву за постаматы, не могу доставки, не могу курьера, для меня это слишком сложно, вот. Все, до хруста безе, с вами был я, Николай, розыгрыш, промокод, вернемся совсем скоро, и после этого видео, я смонтирую распаковочку на огромную сумму, там 22 позиции, но с микрофоном будем, да. Все, увидимся совсем-совсем скоро, чумаки в боке, Николай, рандеву, подарочки, промокоды, пока-пока.